Попросила глава округа Вадима Шувалова рассказать и о том, какие сегодня шаги предпринимают в городе для того, чтобы обеспечить сургутянам комфортное пребывание в дачных кооперативах. Наталья Комарова сообщила, что сейчас постоянно за городом проживают приблизительно 45 тысяч человек. Обеспечение их бесперебойной подачей электроэнергии, вывозом отходов, общественным транспортом – важная задача. Губернатор отметила, что здесь пора уходить от локальных решений и принимать системные правила на городском уровне. Однако этот вопрос обсудить не получилось по техническим причинам. Телеканал «Сургут-24» выяснил, что на организацию дорожного движения в СОТ и ДНТ город в этом году потратил 60 миллионов рублей. На эти деньги отремонтировали проезжие части, организовали разворотные площадки, установили павильоны по четырем направлениям. В первую очередь это позволило запустить в кооперативы школьные автобусы. Однако провести работы получилось не везде. Это внутри самих дачных кооперативов. То есть у нас на сегодняшний день законодательство сделано таким образом, что мы не можем тратить бюджетные средства на обустройство остановочных площадок, как ремонт дорог, еще на какие-то нужды для провоза, проезда школьных автобусов. Ну и опять же, так же невозможно было сделать. Это на автомобильных дорогах, которые не принадлежат муниципальному образованию. То есть находятся в ведении в региональном, либо в федеральном значении. Работы ввели в стороны кооперативов «Магистраль», «Ветеран», «Виктория» и поселка Дорожного. Сургут благоустроил больше десяти подобных площадок. Заместитель главы города Николай Кривцов отметил, что проделанные работы дадут возможность запустить к этим товариществам постоянный общественный транспорт. Ранее жители много раз жаловались властям, что постоянно проживают на дачах, а выехать из них и вернуться обратно, если нет личного авто, очень сложно. Для организации круглогодичного автобусного обслуживания именно дачных кооперативов. На следующий год мы планируем привести в соответствие по тем, ну, скажем так, по тем замечаниям, которые есть остальные маршруты дачные. Насколько хватит средств администрации, настолько, в общем-то, сделаем. Продолжение следует...